Секвенсор предполагает наличие 16 степов, под которыми имеется в виду целый такт, разделенный на 16 частей, называемых шестнадцатыми нотами. Если мы поставим ноту на каждый четвертый степ, то получим четвертые ноты. Если на каждый второй, то есть 8 нот в одном такте, то это уже будет 8 ноты. У нас есть возможность сделать любое количество степов в паттерне, здесь в уголке окошка степ-секвенсор. Сейчас я напишу простую партию, чтобы вы увидели сам процесс написания барабанов. В танцевальной музыке лучше всего начинать именно с них. Именно бит создает ритм трека, что по аналогии со строительством дома является хорошим фундаментом. Для демонстрации я возьму ваншоты бочки и снейра и лупы хай-хета и шейкера. Я открываю браузер с помощью одноименной кнопочки и кручу вниз до нужной мне библиотеки. По умолчению далеко не все папки отображаются в браузере Fruity Loops, поэтому чтобы добавить свою папку со скачанными сэмплами, вам нужно пойти в настройки браузера Options File Settings и, как вы видите, сделано у меня, настроить, какие папки на харддисках показывать в браузере FL Studio. Прежде чем продолжить, я отвлекусь на еще одну важную вещь – это персональные настройки самой программы. Для первых проб и ошибок это не столь важно, но если работа в FL Studio вас серьезно заинтересовала, то для удобства работы с программой лучше немного подкорректировать дефолтные настройки. Сначала мы должны зайти в Options Audio Settings, где нужно обязательно выбрать свою аудиокарточку и увеличить ее буфер. Если у вас внешняя аудиокарточка, то выберите ее. Чем больше буфер, тем меньше треска вы слышите при проигрывании. Треск – это артефакт, создаваемый аудиокарточкой, который не успевает обработать много процессов и сэмплов одновременно. Чем больше каналов и инструментов у вас, тем больше нагрузка на аудиокарточку и процессор. Потом переходим в закладку General. Все эти галочки вы можете сейчас поставить как у меня. Вас должна волновать предпоследняя настройка этой странички. Это Under History. Нужно поставить не менее 100 в значении максимум Under Levels и отметить галочкой Under Knob Tweaks. Первое – это для того, чтобы вы смогли вернуться минимум на 100 шагов назад. А второе – для того, чтобы любое движение кнопок в плагинах тоже учитывалось программой как ваш исторический шаг при создании трека. Это поможет вам вернуться к более ранней версии без внесенных последних изменений. В следующей закладке Файл вы увидите рассмотренную ранее табличку выбора рабочих папок для браузера FL Studio. Но главное здесь выбрать бэкап, чтобы ваш проект автоматически сохранялся каждые несколько минут. Я советую выбрать значение Frequently. То есть ваш проект будет сохраняться каждые 5 минут плюс перед каждой опасной операцией. Например, перед добавлением или удалением инструмента или плагина. Еще одна интересная вещь есть в настройках. Это в закладке Project и под меню Info можно увидеть, сколько времени было потрачено на работу с проектом. Можно же просидеть над треком множество вечеров, а в итоге получится, что это всего лишь 12 часов в сумме. Кто, как не программа, сможет почитать это за вас. Возвращаемся к нашим барабанам. Теперь я выбираю понравившиеся мне сэмпл бочки и перетаскиваю его на секвенсор. То же самое делаю со снейром, или как называют барабанщики, малый барабан. Меняю темп, просто нажав и удерживаю левой кнопкой мыши и перемещаю ее вверх или вниз. Нарисую сначала ритм бочки и снейра, а потом подберу хай-хэт и шейкер. Я рисую бит левой кнопкой мыши, а правый я могу его удалить. Клавиша пробел станет для вас самой часто нажимаемой клавишей, потому что она запускает и останавливает ваш трек. То есть кнопка play и стоп в одном лице. Вот у меня получается классический хип-хоп ритм. Теперь переносимся в другую библиотеку и выбираем loop из rex файлов. Вы можете услышать, что я могу прослушивать loop одновременно с битом в том же ритме. Это из-за того, что я выбираю сэмплы формата rex. Если бы вы подбирали wav лупы, то такой синхронизации по темпу не было бы. Так что rex файлы гораздо лучше в применении лупов. Я даже могу изменить темп до 90 и rex файл все равно будет в ритме. Теперь я посылаю понравившийся луп хай-хета на fruitio slicer channel. Вот эта лесенка это и есть наша партия хай-хета, где каждая нота соответствует определенному сэмплу в лупе, который он назвал slice номер такой-то. Я даже понажимаю на разные ноты, чтобы было понятнее. Запускаем наш новоиспеченный луп и слышим, что через какое-то время бочка и снейр перестают играть. Это потому, что партия хай-хета рассчитана на 4 такта, а мы с вами написали только один. Для выравнивания мы воспользуемся окошечком редактирования длины паттерна в левом верхнем углу секвенсора. Крутим колесико мыши до числа 16 и видим, как паттерн разъезжается. Еще заметно, что теперь каждая ступенька лупа соответствует ячейке секвенсора. Нам нужно дорисовать удары бочки и снейра. Теперь выберем и добавим шейкер. Как видим, он в два раза короче нынешнего лупа. Чтобы размножить его, мы зайдем внутрь лесенки и выделим все, нажав Ctrl-A. Потом нажимаем Shift и тащим за любую ноту вправо на 3-4 такты. Выравниваем громкость шейкера и двигаемся дальше. Не забывайте сохранять проект под новым именем. Я вам советую не писать какие-нибудь дебильные имена 1, 2, 3, 4, 5, 6, а выбрать нормальное название трека, которое соответствует написанной вами музыке. Продолжение следует...